Привет, ребята. Привет. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Олег Минтгот и я кастер Ухаба. Расскажи, как ты попал на этот турнир? Меня пригласили организаторы, соответственно, просто сказав, что здесь будет интересный турнир, приезжает команда, огласив список, и, соответственно, я согласился, почему нет, Минск, LAN, Counter-Strike. И как тебе турнир? Ну, огненный, да, если бы не технические проблемы, то, наверное, было бы все еще лучше, потому что некоторые матчи задерживались, где-то были технического характера проблемки, и, соответственно, если бы нет, то, наверное, вообще был бы прям огонь. Расскажи, как ты стал комментатором? Это долгий путь, начиная с Lineage 2, после попадания на гейм-шоу, телеканал, и оттуда уже постепенно-постепенно по ступенечке попал в Рухаб. Просто было интересно, занялся Counter-Strike, и оттуда уже все понеслось. Вот вы находитесь в кабинке для комментаторов, в которую никого не пускают. Скажи, вам тут не скучно? Тут бывает иногда пробегают люди, правда, под камерой, проносят то в туалет, то еще за какими-то кабелями, но бывает приходят ведущие и веселят нас. Зрители никогда не видят, что происходит у вас на мониторе. Это секрет или как? Да нет, на самом деле мы видим все, что практически в стрим, соответственно, нам дают кинфит, который мы также видим, как и все люди в зале. Никакой секретной информации тут точно нет. Как сложно стать комментатором? Да, на самом деле не сложно, просто нужно время, нужно желание и воля, потому что некоторые ломаются на стадии того, что у меня некрасивый голос, у меня не получится, меня хакят в чате, в интернете. На самом деле нужно просто пережить, и все получится, обязательно. Скажи, ты работаешь над своим голосом, над своей внешностью, потому что это же для тебя визитная карточка? Конечно, с каждым днем совершенствуешься, смотришь свои реплеи, где какие косяки, где повторяешься, где какие слова, возможно, слова паразита из себя выгоняешь, появляются новые, и постоянно идет работа над собой, постоянно. А работаешь только сам или, может быть, с какими-то учителями по риторике? Нет, сам, сам какие-то, возможно, от ребят наставления на путствие, что у тебя там вот здесь нужно поправить, здесь я сам вижу, поэтому пока сам, но дальше, если будет возможность и необходимость, то можно будет обратиться к профессионалам. Турнир организовывают множество человек, десятки, может быть, даже сотни, но зрители видят в основном ведущих и комментаторов, то есть вы представляете турнир, то, как вы отработаете, повлияет на общее мнение о турнире. Скажи, эта ответственность, она давит на тебя? На самом деле, не так все жестоко и жестко по отношению к комментаторам. Мы больше отвечаем за настроение турнира, нежели за общий фон, потому что все зависит больше по технической части, от того, как все быстро начинается, насколько довольны команды, а мы уже просто освещаем тот характер и то настроение, которое мы можем перенести из вот этого мероприятия, из этой даже кабинки, где мы ничего не видим, но слышим даже зал, и те крики, в принципе, это довольно здорово. Поэтому мы создаем, вот переносим просто настроение в интернет. Большое спасибо. Тебе спасибо. Тебе какие-нибудь слова прощения, пожелания зрителям? Смотрите Counter-Strike, старайтесь, возможно, у вас получится стать комментаторами, либо уже аналитиками, либо просто хорошими людьми, которые стараются играть в Counter-Strike, возможно, станут профессионалами в любом деле, связанном с киберспортом, потому что это действительно круто. Большое спасибо.